Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать, что такое фриланс, чем он отличается от удаленной работы, кем работаю я, сколько я зарабатываю. Если вам все эти темы интересны, то продолжайте смотреть видео, я вам все расскажу. Итак, что же все-таки такое фриланс и чем он отличается от удаленной работы? Удаленная работа – это практически та же самая работа, к которой все привыкли, только вы находитесь не в офисе, не у работодателя на виду, а работаете дома. То есть у вас также заключен какой-то договор трудовой, вы, ну, может быть, и не заключен, конечно, но в любом случае у вас есть определенное время работы, в котором вы должны находиться в сети, работать с вашим работодателем, отвечать на какие-то его вопросы, ну, в общем, выполнять свои функции. Вам платят определенную зарплату раз в месяц, допустим. Вот, то есть, по сути, меняется только ваше местоположение относительно офиса. Самолеты летают. Итак, а в фрилансе, в фрилансе все, конечно, по-другому. Здесь у вас нет одного, чаще всего у вас нет одного клиента, у вас много клиентов, ищете вы их самостоятельно, и работа вы производите, договариваетесь о какой-то услуге, которая ограничивается временем, у нее есть конкретный измеряемый результат, и она, соответственно, стоит определенных конкретных денег. То есть, вот это и называется именно работа на фрилансе. Конечно, при этом вы можете оказывать услуги и по краткосрочному договору, можете, соответственно, отказывать, что это не заключает договор, это уже как бы сами решите или решит ваш клиент. Вот, то есть, здесь уже немножко разные получаются зависимости вас от вашего человека, которым дает вам работать. То есть, в первом случае, когда вы работаете удаленно, это все-таки работодатель. Когда вы работаете на фрилансе, это уже называется по-другому, это клиент. И здесь очень важны ваши взаимоотношения с клиентом, и то, как вы вообще себя ставите на рынке. Я все-таки работаю на фрилансе, и хотела бы больше поговорить о нем. В конце я дам некоторые рекомендации о том, как можно перейти на удаленную работу, на фриланс, и что для этого нужно. А сейчас я хочу поговорить о минусах, которые чаще всего для себя люди определяют, когда они думают о переходе на фриланс, и, конечно, о плюсах, которые они получат, если примут это решение. Так, что я отношу к плюсам работы на фрилансе? Первое, что для меня самое важное, это то, что у вас получается намного больше свободного времени, который вы можете тратить на все, что угодно, на путешествия, общение с семьей и так далее. Здесь немножко, почему оно вообще освобождается, это время? Потому что, когда вы работаете в офисе, вам, по сути, платят не за результат в основном, как у нас сейчас принято в офисах, а за время вашего присутствия в офисе, ну и вам, конечно, какие-то задачи дают. Но я думаю, что все прекрасно знают, как мы работаем в офисах, и вы не концентрируетесь эти 8 часов, вы делаете намного меньше работы, то есть это обязательно какое-то бесконечное кофепитие, общение с своими коллегами на различные темы, не касающиеся работы, какие-то непонятные совещания, на которых надо присутствовать. В общем, ваше КПД, когда вы работаете в офисе, намного меньше, чем когда вы работаете на фрилансе. Тут на фрилансе все по-другому, то есть сколько ты набегаешь, сколько ты сделаешь, и чем ты задачу уместишь в более короткий промежуток времени, тем ты больше заработаешь. Поэтому работать получается намного эффективнее, и, соответственно, это освобождает много времени. Второй фактор – это самостоятельное решение того, когда и где вы хотите работать. Как я уже сказала, при удаленной работе это тоже не получается, но фрилансер такую возможность дает. Вы можете работать где угодно, как мы. Допустим, мы работаем сейчас на Россию, но при этом живем в Таиланде. У нас получается 3 часа разницы, потому что в основном работаем на Москву. Но это как бы никого не напрягает, потому что вообще у меня такие задачи, что я могу работать и ночью. И в большинстве задач на фрилансе от времени, в котором вы работаете, ваш заработок не зависит. Поэтому вы можете доработать как на даче, где я сейчас нахожусь, так и вообще на пляже, и в любое удобное для вас время и место. Это определенный плюс, я считаю. Далее очень интересный, на мой взгляд, плюс. Может быть, он как-то слабо рассматривается людьми. Но многие считают, что на фрилансе вы не можете зарабатывать много, у вас не может быть карьерного роста и прочее. Конечно, это зависит от многих факторов. В основном, конечно, от того, чем вы занимаетесь на фрилансе. Но это абсолютно не мешает вам стать профессионалом в своей области и повышать цену за свой труд так, как вам нравится. То есть в офисе на самом деле всегда есть какой-то потолок. И даже если вы стали суперпрофессионалом, вы можете не становиться руководителем не из-за того, что он в каких-то твоих личностных качествах, а потому что там уже есть руководители. На фрилансе все по-другому. Вы можете сами вообще придумать себе цел и говорить, что я продаюсь за столько-то. Понятно, что это должно быть подкреплено каким-то портфолио, но вы можете когда угодно, как вам нравится, пробовать повышать свою цену и смотреть, как на это реагируют ваши клиенты и рынок. И если все хорошо, то значит все хорошо, и вы стали стоить больше. К сожалению, в офисе такого сделать сложно очень. То есть не думаю, что не каждый приходит раз в год к своему обладателю, говорит, ну знаете, я у вас год проработала, я стал таким классным специалистом, повысить мне зарплату. На фрилансе, конечно, это можно сколько угодно, и когда вы считаете нужным, можно быстро вернуться. На предыдущий уровень оплаты своего труда никто особо не заметит, но как бы всегда есть возможность паневра. Еще один плюс, который я вижу в своей работе на фрилансе, это то, что я могу делать те задачи, которые мне интересны, я могу выбирать. Это, конечно, не всегда так, тут немножко, конечно, лукавлю, иногда просто нет других задач, и приходится брать то, что есть. Но когда вы уходите на определенный уровень, и у вас очень много клиентов, заказов, то вы можете выбирать, хочу я эту задачу делать, интересно она мне, могу ли я потратить это время на нее, или мне она неинтересна, или она не столько, как бы настолько, как бы мне даст много денег, что я там, допустим, откажусь от своей поездки куда-нибудь на отдых. Когда вы работаете на какой-то конторе даже удаленно, такой возможности у вас нет. То есть вам дают задачу, и вне зависимости от того, нравится она вам или не нравится, вам необходимо ее делать. Ну, на этом, на мой взгляд, все плюсы работы на Фрилансе закончились. Если вы видите какие-то еще тут моменты, то пишите в комментариях, будем обсуждать. Переходим к минусам. Первый минус, который многие для себя выделяют, но для меня он как бы очень быстро ушел из области минусов, это то, что вам нужно перестроиться и работать дома, то есть в домашней обстановке, расслабляющую рядом с холодильником постоянно, куда хочется постоянно заглянуть. Как-то, в общем, все начинает вас отвлекать, хочется там что-то делать дома. Как бы многим это мешает, и некоторые фрилансеры даже пользуются специальными коу-воркинг-центрами. Не знаю, правильно я это название сказала, оно мудрецкое. Ну, в общем, это специальное место, где выделен компьютер, ты можешь туда прийти, это все выглядит как обычный офис, платишь за место и там работаешь. Вот. У нас такой проблемы не возникло. Дима вообще всю жизнь работал, как бы удаленно и дома. Вот. А у меня тоже, как бы, сложности на самом деле с этим тоже не особо. Конечно, меня много расслабляют, там, контакты и прочие прелести современной жизни, и холодильник тоже, присутствие его рядом, немножко смущает периодически. Но всегда есть ночь, тогда организм активизируется, и как в институте перед сдачей проекта, то можешь все очень быстро сделать, и все у тебя пополучится. Ну, в общем, если взять себя в руки и определить время, которое ты работаешь, вот мы для себя, в принципе, так и сделали. То есть мы решили, что до обеда мы занимаемся какими-то делами, плаваем в осенне, или, ну, в общем, занимаемся блогом, допустим, нашим видеоканалом, а после обеда мы работаем. Работаем до шести, потом, как бы, у нас ужин, вечерняя прогулка, и если что-то не успели, то уже работаем потом еще ночью, вечером. То есть можно себя к этому приучить, и не надо, на мой взгляд, ходить в каворкинг-центры, потому что это все уже получается как не фриланс. Какая-то работа уже, когда ты сидишь в офисе, немножечко расслабиться, и если тебе очень хочется поспать в обед, то ты как-то это уже сделать не можешь. Еще один минус работы на фрилансе – это самостоятельный поиск клиентов. Это многих пугает, и на самом деле это не то, что проблема, но это основная задача, с которой стоит справиться, чтобы эффективно работать на фрилансе. Слава богу, сейчас находится очень… в интернете есть очень много бирж, которые вам дают инструмент для того, чтобы вы находили клиентов, то есть связывает вас и ваших клиентов в одном месте. Это очень удобно, эффективно, и там на самом деле всегда можно найти своих клиентов. Еще один минус – это нефиксированная зарплата. То есть вы никогда, в принципе, особенно поначалу, не можете знать, сколько денег вы заработаете в следующем месяце, и вообще какой уровень ваших зарплат будет, потому что клиентов у вас постоянных нет. Но по своему опыту скажу, что это только на начальной стадии. А потом вы уже нарабатываете себе много клиентов, они о вас рассказывают, если все было удачно своим друзьям, либо вам дают повторные задачи, и когда у вас такой набирается пул клиентов, вы примерно можете уже понимать, сколько вы можете заработать в следующем месяце, что-то планировать. Но вообще разбег, он очень бывает большой, каждый месяц. То есть, опять же, сколько набегаешь, столько и заработаешь. Я не думаю, что этого стоит пугаться. Такой страх зависит от темперамента, конечно, человека, от его потребностей. Но если вы уверены в себе, если вы знаете, что вы умеете делать хорошо, то всегда у вас будет достаточное количество клиентов, и вы себе сможете обеспечить тот уровень доходов, к которому вы привыкли. Сейчас, допустим, на моем примере, чуть позже расскажу, сколько и каким образом я зарабатываю, но сейчас мой уровень доходов больше, чем я зарабатывала в офисе. Еще один момент, который можно считать минусом на фриланче. У многих профессий, в том числе и у моих, есть такая категория задач, которые срочные. Допустим, вам тут же звонит клиент и говорит, что завтра утром нам нужно то-то, то-то, обязательно, и все такое. И даже если вы посмотрите на биржи фриланса, задачи какие-то, то они обычно бывают с очень коротким сроком. Потому что человек что-то сам не успевает, либо фирма, ей необходимо закрыть какую-то дырку в ее плане работ, и поэтому они ищут для этого фрилансера какого-нибудь, который срочно это сделает. И даже некоторые фрилансеры не грешат тем, что они говорят, вот я это сделаю вам завтра, хотя никто и даже не просил его делать это завтра. То есть все привыкли к какому-то такому жестком режиме работать. Это на самом деле случается. приходится иногда что-то делать ночью, особенно это было часто, когда я работала, начинала свою работу на фрилансе, потому что новые клиенты, новые задачи, все будет срочно. Но это не стоит пугаться, это небольшая такая сложность. Для меня, с точки зрения моего характера, это не является какой-то там катастрофой. И есть определенный плюс, что за срочную работу, конечно, платят больше. Если это срочная работа даже до клиента, который ваш давний клиент, то он обычно умножает вашу стандартную таксу на 2-3 раза. И, в общем, это как-то снижает уровень негатива, полученный того, что стоит что-то делать ночью и так далее. На этом я заканчиваю список моих минусов, которые я определяю при работе с фрилансом. Также, если у вас есть какие-то дополнения, что вам некомфортно, как работать на фрилансе, почему вы не можете перейти на фрилансе, такие факторы вас пугают, все это пишите, пожалуйста, в комментариях, будем обсуждать, развеивать мифы и так далее.